Девушки отдыхают 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 Вот сейчас, как я предсказал, у меня на той же анализации дистанции, которая от нас в серии ВОМ перейдет в левый поворот, именно там сейчас, при обгоне, как минимум было, там на серии Тусь ВОМ можно много проиграть и тоже так же много выиграть, и это у подхода к левому повороту к Валову тоже торможение требует, если кто-то ребежал в гарт, а выиграл в генах, это... ВОМ переехали. 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 Для Нью-Ренхайма Минута 14.396 Кстати, Хертен Разогнался Он отодвинул на третью позицию Осма здесь прорвался на Четвертое место Эриксон опустился на шестое место Лука прошел Смолина Юса Лука Седьмой Друзья, я наблюдаю здесь интересную картину Вот у нас здесь люди пытаются Обеспечить себе такой комфортный Отрыв от соседей своего спортсмена Что вот те остальные гонки, которые ведут в борьбу Третьего места официальные Там не только борьба стала в разгаре Но уплотилась группа, которая ведет Борьбу за четвертую, четвертую, четвертую И, пожалуй, девятую позицию Продолжение с четвертого по борьбой Это только профессиональная борьба стала в разгаре И там три спортсмена Итак, лидер Адам Рейнхейм Третий круг заканчивает он у нас И просвет Уменьшился Меньше секунды Девяносто пять тысячных у нас Кельстрем одну из семь Проигрывает Осман на четвертом месте Склиров пятый Эриксон Шестой Смолин Евгений у нас Девятый Две позиции Евгений проиграл Сорокопут Хоменко Вот такой сейчас у нас получается состав Четвертый круг предпоследний Итак, на последнем круге На последнем круге Адам Рейнхейм Кертенкель с трем Хотя вроде показалось, что они В обратной последовательности Но тем не менее Вот она, борьба Здесь кипит Но это и круговые И, собственно говоря, уже и не круговые Осмос Клиров Эликсон То есть борьба четвертое, пятое, шестое место Лука-7 Поехал все повороты Взял себя проскотить по внутренним За счет динамики разбора Прохранения проворот И вот эти повороты В последнем разгоне Все-таки разменял позицию Прохранения на базу Возвращения в период А в середине вот это три И вот продолжается Возвращение За четвертый катер Возвращение в позицию Там синхронные прыжки Просто через столы Сейчас через трапе Здесь Вот левый поворот Там борьба просто невероятно Запряженная Вот они двое Сейчас То есть Есть размер позиции Или нет Здесь все-таки размен позиции И вот здесь На прямой переднем поворот Виталь Виталь Ты мне выводишь практику Я спорю, что все не так Она в результате Привела к успеху И более того Еще она Спортина пропустила вперед Вот так вот Две позиции И у нас Стои 70 метров Дистанции Две позиции И там спортина Поменялись То, что был Седьмым Сейчас Дал уже Четвертым Оу Пресятым Занес Я попрошу Сейчас Лидерам Занеса Судьям Судьям Занеса Судьям Судьям Занеса Пожалуйста Присажите Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Продолжение следует... Итак, заезд группы АБ выиграл у нас 311-й стартовый номер, двукратный чемпион мира Адам Ренхайм, команда Швеции. Вторым финишировал его товарищ по команде, 27-й номер, призер чемпионата мира прошлого года Нисек Кельстен у нас. Третьим финишировал лидер дружины Лука Ком, финский гонщик Виктор Хертен, он выигрывал здесь уже. Вот для телезрителей результаты второй десятки. Это была группа АБ, сейчас будет заезд группы БЦ. Ну как бы небольшой перерывчик будет для того, для дозаправки техники, потому что группе Б придется ездить дважды. Ездить дважды. Итак, вот мы видим панораму трассы Центра технических видов спорта Семигорье. Итак, уважаемые телезрители, видят, собственно говоря, составы команд. У нас вот команда Лука Ком, это Виктор Хертен, стартовый номер 2, 399 Юса Лука и 463 номер Микосмо. Мы команды перечисляем, а зрители, телезрители, которые смотрят нас на телеканале HD Extreme, на телеканале Матагон и на Ютубе, в общем-то. Вот команда Росенбанк, Казахстан, пятый номер Роман Банченко, одиннадцатый стартовый номер Алексей Молчанов и восемнадцатый Валентин Мельников. Команда Факел, четвертый стартовый номер Евгений Смолин, стартовый номер 16 Алексей Никишкин и тридцать первый номер Валерий Хоменко. Команда Ямбург, новый рингой, стартовый номер один Дмитрий Скляров, стартовый номер шесть Дмитрий Саракопут и десятый стартовый номер Алексей Мороков. Команда Казахстана, Мотомир БРП, сто первый номер Дмитрий Слепченко, сто двадцать первый Алексей Топчиев и триста десятый стартовый номер Роман Саркиса. Команда Шевеции, двадцать седьмой номер Нисси Кельстрюм, девяносто девятый Йохан Эриксон и триста одиннадцатый стартовый номер Адам Ренхейм. Команда Ультиматум, город Альметьевская республика Татарстан, тридцатый стартовый номер Константин Осипов, сорок девятый Павел Колотовкин и девятьсот девяносто девятый Вячеслав Колотовкин. Мы их еще пока не видели в отборочных заездах, увидим вскоре. Первая команда Финляндии, тоже она еще не стартовала, сто двадцать восьмой номер Аки Пехлая, сто тридцать первый Иста Юярви и сто шестьдесят восьмой Пьетти Пуака. И команда Атлант, рейсинг Ярославль, у нас восьмой номер Евгений Мартюченко, пятьсот пятнадцатый Денис Рязанцев и семьсот семьдесят четвертый номер Артем Пехтерев. Вот такой состав у нас, в общем-то, имеет место быть. Отгонялась каждый с каждым. У нас сейчас отгонялась группа АБ, затем группа БЦ и затем группа АЦ у нас. Вот такой состав хитов. По результатам определяются пять сильнейших коллективов, которые продолжат завтра борьбу в суперфиналах, в трех суперфиналах. Ну, может быть, будет финал Б, может быть, не будет. Организаторы уже это решат. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, один из гонщиков не поехал на круг показа трассы. У нас 17 спортсменов. Не знаю, в чем причина, стартует он или нет. В принципе, в мотокроссе круг показа трассы не обязателен. Но Топчиев, 121 номер поехал, 30-й Саркисов, 101-й Слепченко не выехал. Остальные спортсмены круг преодолели и вот сейчас по срезке поедут в предстартовую зону. Продолжение следует... Итак, в этом отборочном заезде мы увидим команду. Ультиматум Альметьевска Татарстан, команду Финляндии и Атланты. И вот основная, конечно, борьба... Ну, Альметьевска за попадание. Финал пожелаем нашим соотечественным успехам. Хотя это будет тяжело. А вот команда Финляндии и команда Атланта это борьба, реальная борьба за оппозиции. Потому что вот с командами Финляндии, особенно с Лука и особенно это будет в третьем заезде, как раз вот эта команда в состоянии побороться. Лидер команды Финляндии, 128-й стартовый номер Аки Пихлая. Молодой гонщик, 26 лет, чемпион Европы. Почти призер чемпионата мира. У него два раза пятое место было. Призер Финляндии многократный. И выиграл он, кстати, Финляндия в классе спорт в 2006-2005 году. Серебряный призер юниора в 2004-м. Клэш оф Нэшнс 7-й был у нас в Палуне 2013-го года. В 2014-м году Клэш оф Нэшнс не проводили. Пуака, ну менее титулованный гонщик, четвертым на основу Battle of Nations. Серебряный призер Финляндии двукратный, 14-12-го года в 5-й на чемпионате Европы. Двукратный призер Кинг Слейтс, лет короля у нас 2011-09 года. Участник чемпионата мира. Лучшее место у него было 12-е. Пуака, 89-го года, на год моложе, 25 лет. Он в кроссе с 2005-го. Нет, в РУ 31-го января уже пьете стукнуло 26-е. 26-е. Юйярви. Юйярви 86-го года, постарше немножко, в принципе, 28 лет. Вице-чемпион Европы прошлого года. Серебряный призер Финляндии 13-го. Бронзовый призер Snowball of Nations 2 года назад. Призер Финляндии 2007-го. Это класс 500, такой юношеский класс был 7-го. Серебряный призер 6-го и 4-го года. Очень быстрый кончик. Юйярви Артикет зеленый. У него снегоход. Ну вот как бы сейчас, не сказать, что такой он быстрый. Ну вот 2 года назад он буквально здесь выигрывал квалификации. Выигрывал заезды. Итак, пошла процедура старта. Процедура старта группы Б и С. Зеленый флаг. Гонщики готовы. К старту ждут сигнала светофора и... Уровень... Старт! Старт! Ну что? Кельстрём? Кельстрём! Кельстрём! Впереди на этот раз затолкали у нас Рейнхайма. Ну, в общем-то, примерно такая же ситуация была и в первом заезде. Итак, Ниса Кельстрём у нас выигрывает старт. Рейнхайм третий. Пихлая хорошо стартовал второй. Эриксон четвёртый. Юярви пятый. Из наших Пехтерев Артём сестой. Склеров седьмой. Саракопут восьмой. Мартюченко девятый. В общем-то, Рязанцев только двенадцатый у нас. Вот так вот Атлант старт не задался для, собственно говоря, ярославского коллектива. Мартюченко девятый. Рязанцев двенадцатый. Лучше Пехтерев шестой стартанул из них у нас. Итак, швед, финн, два шведа, финн, россияне. У нас финн Пуакка провалился на десятое место. Ну и не поехал у нас, кстати говоря, один из казахских гонщиков. Топчиев с Аркисовым вдвоём занимает шестнадцатый, семнадцатый последние места. Так идёт впереди борьба. Ренхайм прорвался на второе место. И прессингует, прессингует у нас Нисы Кельстрёма. Но это, похоже, с Пехлайей он ещё борется. Так, Кельстрём, Пехлай, Ренхайм. Да, пока ничего не поменялось. Разрывы на две секунды. Кельстрём убежал у нас от Пехлая. Провалился Мертюченко у нас на девятое место. У нас Юярви зато прорвался на четвёртый. С Клиров на пятое. Пехтерев шестой. Саркапут седьмой. Пуак в восьмой. Денис Рязанцев отыграл две позиции. На десятом месте Денис. Эриксон, двенадцатый. Итак, идёт у нас третий круг. Нет, это второй пока круг. Да, второй круг. Я опережаю немножко события. Пятикруговой гонки, отборочной. Заезд группы БЦ. У нас те уже, которые гонялись группой Б, они второй раз стартуют. Эта группа С у нас как бы дебютирует. И третий будет заезд у нас. Лучший круг у Хельстрёма. Минуты 15. Восемьсот сорок девять. Артикет, двадцать седьмой номер. Вот сейчас пролетает линию финиша. Артекайм никак не может Пехлая пройти. Вот тебе и финны. Первая финская команда оказалась непростым орешком. Юярви четвертый, Пехлая второй. Вот сейчас идёт. И Пуак только восьмой у них. Пуака седьмой. Отыграл позицию, кстати говоря, Пьетти. Эриксон прорываться начинает из задних рядов. Но Эриксон, Йохан, всё-таки слабовато у нас как бы в шведской гружине. Но тем не менее. Мороков Алексей отыграл позицию. Тринадцатый сейчас Алексей Мороков. Самый юный участник коллектива Ямбург. Двадцать лет. Алексей Мороков у нас двукратный победитель молодёжного первенства России. Итак, двадцать седьмой номер. Кельстрём. Сто двадцать восьмой. Пихлая. Тринадцатый Ридхейм. Сто тридцать первый Юярви. Единичка Скалеров Дмитрий. Пятёрка быстрейших гонщиков. Артём Пехтерев. Вот, собственно, не зря они всё-таки ставку в Атлант делал на этого спортсмена. Он сейчас лучший из атлантцевских идёт. Мартищенко девятый. Рязанцев десятый. А Пехтерев таки. Таки у нас шестой. Итак, Кельстрём третий круг заканчивает. Минут четырнадцать девяносто шесть. Лучший круг гонки. Борьба серьёзная за второе место. Ридхейм пренсинкует Аки Пихлая. Но тут не сдаётся. Между ними четыре десятки. Юярви четвёртый. Но там просвет большой. Двенадцать секунд. Риста проигрывает. Скалеров пятый. Восемнадцать пять. Пехтерев шестой. Двадцать три. Пуака догнал. Пехтерева быстрее его идёт. Эриксон отыграл позицию Рязанцева. Кстати, прошёл у нас Йохан Эриксон десятку вошёл. Но отставание уже большое. Йохан проигрывает своему одноклубнику. Двадцать восемь с половиной секунд. Мороков отыграл позицию двенадцатой. Итак, идёт предпоследний четвёртый круг. Лидирует Нис и Кельстрём. Девятнадцатилетнее дарование из Швеции. Ну, собственно говоря, он у нас бронзовый призёр Швеции прошлого года. Призёр чемпионата мира. Пятым на Clash of Nations был такой вот парень. Перспективный. И вот он ушёл на последний круг. Минута шестнадцать у него круг уже медленней. Ихлая отбивается. Ну, похоже, Оренхейм, собственно, решил уже и не прессинговать его особо. Он на этом круге уступил в финну. Ювияр ведь четвёртый. Дальше мы смотрим. Склеров сохраняет пятый. Лучший из россиян здесь у нас сейчас. Пехтерев, к сожалению, прошёл финн, собственно, Артём на седьмое месте. Пьетти Пуака шестой. У нас Эриксон отыграл и Мартюченко, и Сорокопуда. И Йохан восьмой сейчас. Я раскритиковал, собственно, шведского полуветерана. И в итоге Йохан в топ-8 вошёл. Итак, двадцать седьмой номер Кельстрём. Сто двадцать восьмой Пехлая. Тристо один Соренхейм. Сто тридцать первый Ювияр. Единичка Склеров. Сто шесть восьмой Пуака. Семьсот семь четвёртый Пехтерев. Девяносто девятый Эриксон. Восьмёрка Мартюченко. Десятку замыкает. Сейчас шестой номер Сорокопуд. Ямбург. Денис Рязанцев на таком далёком одиннадцатом месте. И так финиширует Нисик Эльстрём. Рейнхейм второй. Да, всё-таки на последнем круге он прошёл Фина. Добил, собственно говоря, его. И в итоге лидер финской гружины занял третье место. Но они молодцы, финны. Вот смотрите. Пехлая третий. Юярви четвёртый. И Пуака шестой. Как кучно, кучно выстрелил финский коллектив. Собственно говоря, вот команда. Серьёзная. В командной борьбе это есть очень здорово. В итоге, к сожалению, Эриксон ещё и Пехтерева наказал на последнем круге. И Йохан седьмой. Но шведы выступили ещё лучше. Шведы первый, второй и седьмой получились у нас. Россияне. Давайте считать россиян. Склеров Ямбурга занял пятое место. Сорокопут. Десятый Ямбург. Мороков. Двенадцатый. Это Ямбург у нас. Теперь Атлант. Атлант Ярославль. Пехтерев у нас восьмой. Мартюченко девятый. И Рязанцев одиннадцатый. Кучно, но далековато от яблочка-мишени. Да, как бы вот этим. Ну и Атлант. Этот. Ультиматум Альметьев. Осипов занял тринадцатое место. Тридцатый номер. Колотовкин старший. Четырнадцатый. Колотовкин младше пятнадцатый. Замкнули два представителя Казахстана. Сто двадцать первый номер. Алексей Топчиев. И триста десятый. Роман Саркисов. Ну, для телезрителей тоже заставочка. Напомню, что телевизионная трансляция идет на сайте HD Extreme.ru, на сайте Motogon.ru и на YouTube. На сайте YouTube. Там ссылка, я не помню ее на память, конечно, но она имеет место быть. И, кстати, в записи на YouTube будет в записи соревнований как субботний, так и завтра. Соревнования, которые пройдут у нас в воскресенье 15 февраля 2015 года. По каким-то причинам не стартовал Дмитрий Слепченко, сто первый номер, Казахстан. Итак, сейчас у нас пауза. Сейчас у нас некая пауза. И третий хит АЦ, группы АЦ. Ставка, группы АЦ. И в социальных сетях, в связи с субботником, в социальных сетях и в социальных сетях. Там и в социальных сетях. В социальных сетях. И в сетях. Посмотрим, как президент Закравы видит в Кефаса Россия, в мире мирового Северо-Кудрия Фрактара, в Кефисах Петербурге, в Кафедре, в Киркарской университете. Аккуратно, в Кефисах Петербурге, в Кафедре, в Кафедре, в Казахстане, в Кабаре, в Кафедре, в Кафедра. Телезрители видят сейчас у нас табличку, видят табличку, в общем-то, группе АЦ. Группа АС, вот финские спортсмены, российские спортсмены, это первые десятки. В Ярославле в прошлом году у нас спринг-кросс, он называется, чемпионат МФР по спринг-кроссу, не проводился из-за отсутствия снега в этом овраге, в общем-то, как бы, погода. В прошлом году спринг-кросс я вел этот Ярославский, местный лидер Денис Рязанцев вылетел с трассы в снег и застрял. Он так воткнулся в бруствер такой, и он не смог просто откопать свой снегокод чисто физически, как бы, вот такое произошло. Ну, в этом году он тоже, 21 февраля, будет спринг-кросс. Погода интересные соревнования, много зрителей, там она достаточно зрелищная, получает трасса, потому что, ну, огромный овраг, то есть ты стоишь наверху и видишь сверху вниз там то, что там в овраге бои происходят. Да, там есть такой место. Ну, и в силу того, что трасса, она временная, там вот вагончики у них стоят, провода, и некоторые гонщики там рвут эти провода, то есть на линии финиша вот был такой тоже момент, там отказала электронная засечка, пришлось вести ручной хронометраж, вот эти дорожки там такие, то есть гонщик пролетел не там, где надо. Ну, тем не менее, конечно, много достаточно интересных соревнований. И вот последние годы в Новом Уренгое проходят соревнования на озере. Они отказались от трассы зимой, которые у них далеко от места с левой стороны стартовой прямой. Ну, я бы хотел сказать, что все-таки по-разному. Немножко Сенхайм вставал ближе сюда, совсем к краю, а Кельстрюм вставал в середине, хотя они вот выбирали места вот как бы. Ну, что-то, видимо, там заглох или что-то, его ждали долго. Да, во второй ряд, он не поместился в первый ряд. Итак, ждем сигнал светофора. Ну, отсюда нам светофор не виден телезрителям, но и нам тоже. Старт! Итак, у нас, похоже, Пехлая или не он, я номер не вижу отсюда, но сейчас нам электроника поможет в этом вопросе. Финский гонщик выиграл старт у нас. Итак, Юярви, Юярви, Пехлая второй, Хертен третий, Осма четвертый, Пуака пятый, Лаука шестой, два финна, две команды, собственно говоря, выигрывает старт. Причем, Риста Юярви, команда Финляндии один, впереди. Его однокомандник второй, Хертен лидер Лука третий, Осма четвертый, Пуака пятый, собственно, Лаука, да, Кфины? Фины. Мартюченко лучше из наших седьмой, Никишкин, Алексей восьмой, Рязанцев девятый, Каменко. Пехтерев плохо на сей раз стартовал, двенадцатый, он получше проехал второй заезд, Смолин, тринадцатый. Ну, я могу сказать, что вот так, тратраковано, здорово, уху, Пехтен, Пехт, там, оказывается, здравствуй, следует пили, там, сыграет спортсмедов на прямой, перед заходом на один столок. Вот сейчас, когда они пройдя дальнюю часть дистанции, возвращаемся обратно на золо-финиш, на осталось, что два поворотка, они выйдут на финиш, на финиш, на финиш, на финиш, Ну, прессингует его, Пехлая, прессингует, собственно говоря, это. Ну, 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 нет, нет, все-таки не смог, да. Осма отыграл позицию, Фуаку прошел. Это уже потом полный каз, в принципе, отступили, ты не какой-то или сейчас попадаешь в финал, или нет. И чего, и завтра два заезда в финал П. Такое очень кольское название финала П, и никто не хочет его попадать. В общем-то, за какие-то отрием нет эквалилистических заскопов, никто не делает, не может фигмент заезда оторваться от пресследования, там, надали прямой попытка на волнах обгона. По правой части, прямой, знаете, ну, не прямой, а прямой, с волнами. Пытался сейчас Пихлое обойти Ярвей Не получилось пока Я был сейчас на подходе к правому бороду Нет, не получилось тоже продолжать Ярвей реагировать Пихлое второй Там борьба за первый, второй и третье место Идет с первой остротой Дальше 4 спортсмена Там порядка 6 кончиков За все остальные позиции Которые дают возможность попасть в финал гарантированную борьбу И вот этот зест гораздо более плотный От первого на последнего Здесь не так, ну от последнего большой, конечно, трех Кто, скажем так, тупас Отрыв от первого десятого метра Очень-очень маленький в этом наезде Второй круг И драматично, в общем-то, вещи Вот сейчас заканчивают второй круг Ничего не изменилось у нас И, похоже, лучший круг У нас скорости-то, кстати, небольшие Минуты 19,4 Сейчас Ярве идет Хертен провалился Хертен провалился Вот это недостаток, собственно говоря У нас команды Компьютер его отодвигает дальше Где он есть-то у нас вообще в природе Может быть, конечно, опять сбой Тьфу-тьфу-тьфу Да, 12-й Хертен 12-й, собственно говоря Вот это у нас команда Команда у нас Лоука сейчас получает Увесистую оплеуху Собственно говоря Вот один из лидеров у нас Заезда предыдущего Сейчас только на 12-м месте Ну, честно говоря Вот в этой снежной пыли Я даже не понял Что-то, в котором произошло Потому что Где он, он сколько проиграет Мы как-то пропустили Мы не спустили внимательно Униторов И на проходящих на трассе Живую, что называется Но тем, кто-то сапсирует Ну, а лидеры Борьба у нас Имеет место быть Нет, это круговой Это круговой Это, собственно, пихлая У нас Юярви провалился Юярви на четвертое место Да, да, да Да На четвертое На четвертое Вот так борьба У нас И сейчас происходит Ребята так не на шумку Ничего себе Но Что хорошо Что пихлая Осма Юярви Все равно Финляндия-1 Впереди Она вот сейчас Финляндия-1 Опережает Финляндию-2 Тем более Хертон-то еще ниже Собственно говоря На сломанном Сломанном Его нет Его нет Да А если сход То плюс 20 очков То, что О чем мы говорили Нет, но в финал Наверное, все равно попадут В любом случае Другое время Другое дело На каком месте Попадет Это сборная Финляндия Финляндия-1 Финляндия-1 Там круговые Финляндия-1 Это сборная Террифляндия-1 Для нашего Заезда Отпихлая И в Финляндии А скорости Быстрее, чем на предыдущем Круге Минута 18 Они идут Потому что Осмо Еще тоже Подтянулся Поджал его Немножко Это самое Юярви Еще теряет Позицию У Юярви Тоже проблемы Ребята У Юярви Проблемы Он уже Восьмой Вот это Да Это уже Удар Для Удар Для Финляндии На девятом Месте Юярви Сейчас Это удар Финляндии-1 Смолин Зато в десятку Вошел У нас Женя Смолин Это собственно Команда Ямбург У нас Сейчас прогрессит Лучший из наших Сейчас идет Мартюченко На пятом месте Рязанцев шестой Никишкин седьмой Пехтерев Артем восьмой Атлант сейчас получше Расположен у нас Один сход И в топ-10 Фактически Второй у них улетел Гонщик И так заканчивается Заезд Последний круг идет Лидирует у нас Аки Пехлая Чемпион Европы Действующий Прошлого года Финские спортсмены С города Раваниеми Где день продолжается Один час Зимой Один час И так вот он финиш Вот он финиш Выиграл он У нас этот заезд Осмо второй Лук Третий Лука У нас Вот это Финляндия 2 Осмо Финляндия 2 Мартюченко Команда Атлант И Рязанцев Команда Атлант Пятое Шестое Место Плюс 11 Очков Никишкин У нас Факел Седьмое Место Пехтерев Восьмой Добавляет Плюс 8 очков Атланту Смолин Евгений Девятым В итоге Юярви Потому что Юярви Десятым Юярви Десятым То есть Команда Финляндия 1 Все таки Минимизировала Потери У них Первое Место Четвертое И десятое По моим подсчетам Ну пусть Судьи поработают Не будем Ну собственно Киргизские гонщики На круг Отстали Соответственно Вот Молчанов Сейчас финишировал На пятнадцатом месте Осипов Константин Осипов У нас в итоге Двенадцатом Это Альметьев Статарстан Колотовкин Вячеслав 9999 13 И сын Его Павел 49 Номер 14 Остались Дождаться Финиша Киргизских Гонщика Романа Банченко И Валентина Мельникова И вот сейчас у нас Итак завершился на сегодня Программа заездов И вот сейчас у нас Короткое интервью Спробителем этого заезда Завершающего наш Сегодняшний день Спортсмена сборной Финяне И Ярви Пихлоя Ярви Ярви What about the race? How you feel yourself? What about the track? What about the computers? Pretty thing went good I got good start And Truck was Soft And Bit красиво But I like it Он говорит, что был неплохой старт, поборолся за лидирующее место в заезде, трасса очень хорошая, она стала много мягче, чем была, немного появился льда, но, тем не менее, это не помешало ему очень четко контролировать гонку и показать такой результат. Как прогнозы на завтра? Что касается твоей ожидания, о том, что завтра? Конечно, я буду победить завтра. Ну, конечно, он бы хотел выиграть завтра точно так же, как и сейчас. Ну что, мы пожелаем всего хорошего нашим гостям, членам сборной Фирляндии, больших успехов, как и всем остальным участникам нашей сегодняшней фирляндии. Ярви, мы желаем вам все хорошо tomorrow, получите лучшие результаты, и мы желаем вам хорошего счастья. Это же самое для всех, кто будет выступать в мэй-финале tomorrow. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и сейчас небольшое такое импровизированное интервью, в общем, с неудачником нашего сегодняшнего заезда, с Виктором Хертоном, который вот финишировал последним. Я понимаю, что он очень расстроен. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Он говорит, что на приземлении после прыжка у него отломилось крепление одной из лыж, оборвалась рулевая тяга, и из-за этого он не мог рулить снегоходом, когда одна лыжа в одну сторону едет, а другая в другую. Управлять там совершенно невозможно, вы только что видели, что произошло, но это мы тоже видели, что с ним произошло. Я хотел бы узнать причину, что там произошло, вот конкретно, из-за чего отломилось лыжи, потому что на новых снегоходах, вот последние генерации, последние пять лет лыжи уже не отлетают, как это было 10 лет тому назад, когда мы ходили по всей трассе, собирали там по 10-15 штук за гонку. Виктор, мы видели, что у тебя есть проблемы с движением, потому что, конечно, если один слет идёт другую сторону, то это невозможно, чтобы двигаться в любом месте. Но какой был причина, что ты ударил бомбе после трассы, или вы нашли стону, может быть, на кусочке лыжа, или на дерево, что произошло? Да, я думаю, что я ударил немного лыжа или что-то, и в другом месте он ударил другую сторону, поэтому я не знаю, когда это произошло, но что-то произошло. Но он говорит, что я сам не заметил сам момент, когда сломалась лыжа, очевидно, там был просто какой-то кусок плотной снега и льда, который он ударил после приземления, и в результате лыжа отломилась. Но как бы там ни было, пожелаем нашему коллеге всего хорошего завтра, починить свой снегоход, и завтра показать результат получше, может быть, удача будет на его стороне. Так что, Виктор, мы желаем вам всего хорошего, и для всех, кто participает на сегодняшний рейс, и мы считаем, что хорошая лыжа будет на вашей стороне сегодняшний день. Спасибо большое за интервью, мой друг. Ну, в любом случае, команда Лоуко Тим в финал попала, у нас лыжу починят, тягу починят, собственно говоря, и, конечно, он у нас выступит, я думаю, гораздо лучше. Ну, что сказать, значит, пихлое в Финляндии 1, острое в Финляндии 2, лоуко у нас в Финляндии 2, буака 106.